Статистика против риторики почему импорт российских товаров на Украину продолжает расти. 24 января 2019 года, 15.35 Валерия Маслова, Анна Лошникова С января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров из России на сумму 7,4 миллиарда долларов, на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины. Таким образом, торговые связи между двумя странами продолжают углубляться, несмотря на антироссийскую риторику официального Киева. Как подчеркнули в Госдуме, украинский бизнес не собирается отказываться от выгодного сотрудничества с российскими компаниями. Кроме того, по мнению политологов, промышленность Украины не сможет функционировать, если откажется от взаимодействия с предприятиями РФ. Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, свидетельствующие о росте импорта российских товаров. По информации ведомства, сей января по ноябрь 2018 года Украина импортировала товаров из России на сумму 7,4 миллиарда долларов, на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017-го. При этом общая стоимость товаров, экспортированных в Россию, составила 3,3 миллиарда долларов. Этот показатель снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го года. Таким образом, за прошедший год отрицательная сальдо торговли между Киевом и Москвой превысила 4 миллиарда долларов. Второе место по объему импорта на Украину занимает Китай. В страну было ввезено продукции на сумму 6,9 миллиарда долларов. На третьем месте, Германия, 5 долларов и 50 центов, а на четвертом, Белоруссия, 3,6 миллиарда долларов. Россия традиционно является крупнейшим торговым партнером Украины. Несмотря на то, что Киев занимает открытую антироссийскую позицию и призывает сокращать сотрудничество с Москвой, торговые отношения между странами продолжают развиваться. Так, в 2017 году объем импортируемых на Украину российских товаров также возрос на 38%, по сравнению с 2016-м. Давние связи в Госдуме позитивно оценивают развитие торговых отношений между РФ и Украиной и отмечают, что, несмотря на усилия Киева, связь с Россией остается достаточно значимой. Это явный показатель того, что экономика Украины не может быть оторвана от России. Крупный и средний бизнес в любом случае работает с российскими компаниями. Правительство Украины, заявляя на международных площадках о том, что они наконец-то отрываются от России, забывает, что ничего лучше наших товаров в их страну не завозится, пояснил. А.Т. Зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водоладский. Также по теме. Деньги растеклись. В Еврокомиссии проанализировали выделение Украине 355 миллионов финансовой помощи в рамках политики добрососедства. В 2014 году ЕС предоставил Украине около 355 миллионов, говорится в отчете Еврокомиссии. Ведомство. Он уверен, что если бы не сотрудничество украинского бизнеса с Россией, то в стране начались бы голод и нищета. Как подчеркнул Водоладский, международные дотации не развивают украинскую экономику, она лишь становится зависимой от вливаний. На сегодняшний день грант МВФ находится под вопросом, а экономика Украины – в стагнации. Однако российские связи, которые порушены и разорваны, но еще теплятся, продолжают работать. Президент России неоднократно говорил, что братский украинский народ никогда не будет с нашей стороны подвергаться каким-то репрессивным действиям, заключил депутат. Без российских поставок политолог, экономист Александр Дучак в разговоре с АТ пояснил, что многие отрасли Украины исторически связаны с российскими. Речь идет об импорте различных комплектующих, сырья для химической промышленности, готовой продукции и удобрений. Статистика подтверждает, что без поставок из России украинская экономика выжить не сможет, невзирая на сильное желание нынешней киевской власти. Как они не пытаются разорвать эту связь, у них не получается отказаться от товаров российского производства, подчеркнул эксперт. По его словам, сейчас Киев не может в полной мере сконцентрироваться на увеличении экспорта, потому что правительству необходимо выплачивать долги международным организациям и обслуживать кредиты, как внешние, так и внутренние. Торговые отношения с Россией и Москва, со своей стороны, готовы развивать сотрудничество с Киевом и наращивать торговлю. О росте товарооборота между двумя странами ранее говорил президент РФ Владимир Путин. Украина остается одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Торговый оборот между Россией и Украиной, несмотря на все усилия сегодняшних киевских властей, растет. В том числе вырос за уходящий год, подчеркнул он в декабре 2018 года во время итоговой пресс-конференции. При этом из-за санкционной политики Украины Россия была вынуждена ввести ответные ограничения. Так, например, в конце декабря прошлого года правительство РФ расширило список запрещенных к ввозу украинских товаров. Из продуктов питания в него попали сладости, мучные изделия, пшеница, некоторые виды растительного масла, рыбные и овощные консервы, фруктовые джеймы и жели, соки и спиртные напитки. Также в списке запрещенных товаров – гравий, щебень, некоторые моющие средства, грелки, бумага и картон, обои, котлы, некоторые турбины, мебель, сельскохозяйственная техника, автомобильные запчасти и многое другое.